Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Лена Ивановна Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что именно меня поразило, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, а также на мой телеграм-канал и на прочие мои обзорные каналы, ссылочку на которые вы сможете найти в закрепленном комментарии в описании к этому обзору. Ну а мы переходим ко влогам канала Лена Ивановна Лайф. Рассуждает Лена, как всегда, у неё с утра рассуждения какие-то, рассуждает о чём-то таком философском. Ну это говорит, что, мол, бывает такое, что человек считает себя молодым в 50 лет, ну и взрослым в 20 лет. И бывает такое, что 20-летнему, 30-летний или 40-летний кажется уже стариком, ну и, соответственно, 40-летнему 60-летний или 80-летний кажется уже стариком. Рассуждала Лена о том, что те, кому более 45 лет, не достигли ничего того, о чем они мечтали. И я так понимаю, что Лена на себя немного переносит данную ситуацию. И, конечно же, говорила Лена о том, что вот бывает такое, что, мол, замуж выходишь по расчёту, а потом получается так, что расчёт оказался неверным, и разводятся люди, и обвиняют друг друга в чём-либо. В общем, короче говоря, жизнь не сложилась. Потому как брак был по расчёту, а не по любви. Опять же, как мне кажется, здесь Лена всё-таки делает такой вот перенос. Реакция переноса называется, это дело в психологии. И всё-таки Лена делает перенос на себя. Что-то где-то проскальзывает. Иначе бы Лена вряд ли на этом акцентировала бы внимание, и вряд ли бы она об этом говорила. Также, говорит, бывает такое, что седина в голову без в ребро. Думаю, ну почему же в голову, почему не в бороду? Ну, у Лены седина почему-то в голове. В её голове так сложилось, что седина должна быть в голове, а не в бороде. Ну, Лена остаётся Леной. Разговаривала она с папой на эту тему. Вот мне очень интересно, почему с папой. Она разговаривала чуть ранее в некоторых своих блогах. Она говорила о том, что она с папой ходила по поликлиникам. Папа ей какие-то книги рекомендовал читать. Папа то, папа это. Ну, как-то это странно, согласитесь. Особенно походы по поликлиникам с папой, девочкой. Ну, не знаю. Конечно, если это совсем маленький ребёнок, то да. Если девочка уже подросток, то с папой ходить в поликлинику это не совсем. Ну, я думаю, правильно, согласитесь. Но, в любом случае, Лена очень редко упоминает какие-либо совместные занятия с мамой. Какие-то совместные походы с мамой. Какие-то разговоры с мамой. Нет. Всё у Лены папа. Папа то, папа это. Папа у Лены везде фигурирует. Мама нигде не фигурирует. Может, не знаю я почему. Странно как-то, согласитесь. Говорит о том, что в душе человек может думать, что ему 20 лет, а на самом деле ему 50 и более. Ну, а дальше что? Дальше реклама сумок очередная. И вот прям сумки со скидкой предлагает Лена. Оксана. Говорит, они стоили на 100 рублей больше. Сейчас мы на 100 рублей можем сбросить. В общем, только купите у нас сумки. Не идут дела у сестёр, так понимаю. Но они не отчаиваются, они теряют надежды. И я так понимаю, в Турцию сейчас просто так едут не зря. Думаю, наберут снова или сумок, или чего-либо другого. И снова будут предлагать своим зрителям купить то или иное, приведённое ими из Турции. Гуляет Лена с Ваней. Гуляет. И вдруг я смотрю, Ваня пошёл в детскую площадку, где-то под грибок этот детский. И стал что-то там копать. Думаю, интересно, что может быть. А оказалось, всё очень просто. Ваня вчера, как Лена выражается, сделал захоронение в качестве старых детских часов в песочнице. Представляете? Я не знаю, для чего это надо было делать. И вообще, как эта светлая мысль пришла в его голову. Вообще не представляю, почему Лена его не остановила. Тоже мне это непонятно. Это раз. Во-вторых, там ходят собаки, кошки. Ну, понимаете, да, что может произойти, если вдруг кошки или собачки захочется остановиться именно на этом месте в песочнице. Ну, не знаю я. Ну, Ваня решил так. Будет лучше, если вот сделать захоронение в качестве старых детских часов тут. Странные, конечно, игры у Вани. С ним, конечно же, никто не играет. Друзей у него нет. И вот он сам как может, так и выдумывает себе какие-то игры. Хотя, в принципе, как я уже говорила, ему уже 11 лет. И пора уже как-то, ну, не знаю, задуматься о том, что он мальчик. А там где-то вот девочки. И как-то вот какие-то взаимоотношения. Возможно, какая-то дружба между мальчиками и девочкой. Возможно, да, какая-то взаимная симпатия. Ну, и так далее, и так далее. Нет. Он закапывает детские часы в песочнице на ночь. Странно как-то. Ну, а у Лены тоже не менее странная проблема. У неё беда, беда, огорчение. У неё проблема пищеварения. И одна из причин проблем пищеварения то, что Лена носит сумку на одном плече. Мол, надо сумку иногда перевешивать, что ли, если так можно выразиться, на другое плечо. С тем, чтобы какой-то баланс, что ли, был. Так, чтобы не только в одну сторону наклон был, да, вот это сколиоз, но и в другую тоже. Ну, якобы выровнялся бы позвоночник, и осанка была бы ровнее. Ну, не знаю, не знаю. Она мне очень этим напоминает Таню Бровченко. То и то же все беды от эндометриоза. Живот у Тани большой от эндометриоза. Ну, а у Лены проблемы с пищеварением от того, что она носит сумку постоянно на одном и том же плече. Решила Лена перевесить эту самую сумку на другое плечо и говорит, вот, не знаю я, что у меня в сумке, но там точно 2 килограмма. Думаю, ну, как так? Как ты можешь не знать, что у тебя в сумке? Очень как-то интересно. Но Лена носит эти 2 килограмма, знает, что эти 2 килограмма, эта тяжесть просто ей плохо влияет на пищеварение. Но, тем не менее, она не делает ничего для того, чтобы уменьшить вес, чтобы посмотреть, что же там. Ну, я понимаю, что в женской сумочке есть всё, кроме места. Но не до такой же степени, когда уже здоровье вредит, уже как-то пора бы знать, правда ведь, что там находится. Идёт она дальше с Ваней, гуляют, видят, что власти города деревья. Кстати говоря, очень красивые деревья такие вот декоративные установили по городу. И, кстати говоря, раньше, пару влогов назад Лена говорила о том, что вот они здесь будут концерты проводить, когда она проходила мимо какой-то концертной площадки. Они здесь конкурсы проводят, вот они им, но такое ощущение, что это касается всех, кроме Лены. Кроме Лены, кроме Ивани. Ладно, думаю, Лен, тебе это неинтересно, а Ваня, может быть, будет интересно. Ладно, ты не взяла его на выставку электротехники, но возьми его сюда. Там, может быть, билет был 500 рублей, ты не захотела тратить деньги на ребёнка. Хотя это крайне странно, зная, что ребёнок увлекается электротехникой, взять и не потратить на него всего лишь каких-то 500 рублей на тот билет. Тем более, ты прошла бесплатно, да, вместо тысячи заплатили бы 500 рублей. Но нет, Лена не взяла его туда. Ладно, это платное мероприятие, да. Но вот эти все концерты на открытых каких-то площадках концертных, посвящённых, точнее, приуроченных к Пасхе или к Рождеству, или к какому-то другому празднику, ну, почему бы и не сходить туда? Ну, согласитесь, почему бы и нет? Ну, нет, Лена сама сторонится людей, я так понимаю, Ваня тоже. Ваня сам никуда никогда не пойдёт, а Лена не предложит ему. Ну, вот круг замыкается. В итоге у Вани ни круга общения, ни друзей. Хотя немного странно, это он же в школу ходит. Хоть какое-никакое маломальское общение должно быть у ребёнка. Ну, видимо, это не про Ваню. Возможно, к нему дети тянутся. Такой вариант тоже ведь возможен. А Ваня их сторонится. Вот и получается, что он друзей не имеет. У него единственный друг – мама. Ну, ещё и Оксана с Юрой. Но, опять же, поскольку-поскольку, да, это всё можно назвать дружбой, и этих людей можно назвать друзьями, это больше родственники, ну, согласитесь. А вот друзья должны быть всё-таки сверстники. Ну, ровесники, сверстники, но не в этом случае. Подошли к пруду, и там, говорит Лена, была такая ситуация, мол, шёл ребёночек по наружной стороне перил мостика. То есть, в принципе, мог бы упасть запросто в этот пруд. Но шёл какой-то старичок и сказал, мол, я вызову полицию, если ты сейчас же не перелезешь через этот парапет и не будешь идти, как все люди, по мостику. Ну, и так далее, и так далее. То есть, этот старичок предостерёг ребёнка от возможного несчастного случая. А Лена говорит, ну, действительно, он же мог упасть, и вообще вряд ли за ним кто-то прыгнул бы, и вряд ли бы его кто-то спас. Я думаю, Лена вряд ли бы тоже в первых рядах там была бы, да, и в последних Лены там тоже не было бы. И Лена так рассуждала, как будто бы сомневаясь, а надо было ли останавливать этого ребёнка, не надо было, правильно ли сделать старичок или неправильно. В общем, как-то вот философски Лена к этому подошла, но я так думаю, что если бы была какая-то критическая ситуация, Лена не сдвинулась бы с места. Вообще бы она не то, что сама не прыгнула бы в ту воду, она бы даже на помощь не сообразила бы позвать кого-либо. В общем, как-то Лена странно, да, ко всему относится. Пришли в магазин, Лена купила себе краску для волос, говорит, мог будет краситься, потому как вот её цвет волос уже не совсем тот, который был бы взялателен, и поэтому будет краситься. Думаю, посмотрю, какой цвет Лена выкрасится в итоге. У неё розовый цвет волос сейчас, взяла она фиолетовую краску. Говорит, вот с розовым оттенком очень хорош фиолетовый оттенок. Ну, возможно, не знаю. Помидоры, хлеб, майонез, моцареллу взяла Лена и говорит, что же ещё купить, а? Что же ещё, Анда, хочется салатик сделать. Подошла она к этим магазинным салатикам и говорит, вот я вдохновляюсь салатиками в магазине. Думаю, боже, Лена, ну что бы тебя ещё вдохновляло бы, а? Никакая выставка. Правильно, правильно. Не ВДНХ. ВДНХ ты почему-то вдохновлялась только некоторыми видами посуды, будем так говорить. Ты не вдохновилась ничем более. Здесь ты вдохновляешься салатиками. Ну, как-то странно. Странное у тебя какое-то вдохновление, Лена. Кексы Лена покупает в очередной раз. И правильно вы мне пишите в комментариях о том, что кексы до Пасхи есть – это грех. Ну, Лену это не останавливает. Она считает, что если они есть в продаже, то почему бы их и не купить, и не поесть. Ну, с одной стороны, так. А с другой стороны, ну, действительно, почему бы их не поесть и не купить, если они есть в продаже. Для чего-то это их именно сейчас продают. Эти самые кексы покупала Лена и за неделю, и за две недели до Пасхи. Поэтому, если она сейчас купит кексы, то уже не будет казаться таким странным, как вот тогда, правда? Всё ближе к Пасхе уже дело идёт. И вот такое вот замечательное стихотворение сочинила Альгуша относительно того, что Лена ест кексы, и как именно она худеет. С позволения Альгуши я прочитаю, позволю себе вклинить это стихотворение в свой обзор, и, конечно же, его прочитаю. Очень талантливое произведение, согласитесь. Альгуша Талант. У меня очень много талантливых зрителей, талантливых подписчиков, и надеюсь на то, что они нас продолжат радовать своим творчеством. Ну, а мы возвращаемся ко влогам канала Лена и Ваня Лайф. Распаковка Василька у них. И Лена говорит, Ваня дорос до этих вещей. Думаю, это как? Что это значит? Что значит Ваня дорос до Василька? Как-то странно Лена вырезалась, но потом выяснилось, что просто в Васильке почему-то размеры от 48 и выше. До 48 размера Василек, что ли, не шьет ничего? Странно как-то. Ну и, конечно же, Лена рассказывает нам по мере примерки вещей. Говорит, вот Ваня имеет такую привычку все бросать. Ну да, мы это заметили. Ваня бросает все абсолютно, что только в руки ему не попадает. Как-то это все очень странно. И вот он доигрался, да, Лена рассказывает. Бросил машинку под тот самокат, на котором он катился. То есть сам себе, получается, да, препятствия создал на дороге. И, соответственно, естественно, он упал с этого самоката. Очень опасно так делать. Это раз. Как Ваня этого не понимает в свои 11 лет, я не понимаю, это два. И в-третьих, он с машинкой на прогулку идет. Ну, самокат самокатом, да, это такое, не могу сказать, что детское развлечение. Нет. Особенно эти электросамокаты, да, вот, а то, что он с машинкой на прогулку ходит, очень странно. Я так думаю, что в сумке у Лены еще и машинка Ванина, еще и игрушки какие-то Ванины. Может быть, она не хотела нам об этом говорить? Ей было неудобно признаваться в том, что у нее в сумке еще игрушки Ванина, вот эти вот два килограмма, что она с собой носит. Это он сказал, я не знаю, что у меня в сумке. Ну, я просто, не знаю, в шоке, как минимум. Слов, конечно, нет. Ване в Васильке заказала Лена костюм домашний, Ваня его надел, зеленого такого защитного цвета костюм, такая вот раскраска интересная, да. И Ваня стал бегать, прыгать, танцевать в этом костюме, какие-то вот шортики, да, вот темные, какие-то темно-зеленые или черные шортики, вот эта вот маечка такая тоненькая, хэбэшная. Танцевал, плясал Ваня, надо было, конечно, видеть эти танцы. И Лена говорит, вот зеленый цвет оживляет Ваню. То есть, если бы Ваня надел какую-то футболочку белого цвета, к примеру, да, то он бы не танцевал, не плясал, не был бы таким живчиком. А вот надел футболочку зеленого цвета и сразу встал с живчиком. Почему не освежает? Вот Лена, как-то странно выражается. То она говорила о том, что шапочка желтая Ваню, в принципе, желтый цвет и в том числе шапочка желтая Ваню освежает, да, омолаживает, будем так говорить. Она почитала, что Ваня у нее прям взрослый-зрослый, вот которому уже пора освежиться и омолодиться. Ну, а здесь зеленый цвет оживляет Ваню. Ну, Лена, как скажет, так скажет. Скатерть хэбэшную с какими-то красными завитушками, которые назывались накладной, как петушки. Ну, симпатичная такая скатерочка, хэбэшечка. И себе она заказала розовый костюм, тоже домашний. И Ваня уже и так смотрела на этот костюм. И иначе. Тоже шортики и какая-то маечка. Просто однотонный розовый костюм. И, как выяснилось, Ваня хочет, как выразилось Лена, отжать этот розовый костюм у Лены. Говорит, хотя бы футболочку. Думаю, ну, обалдеть можно. Неужели Ваня будет носить розовое что-то? Это же девчачий цвет, ну, согласитесь. И как вообще ему в голову могло прийти, что розовое захотеть на себя надеть? Странно как-то. Очень странно. И Лена не сопротивляется. Лена полушутя, полусерьезно, так хочет отжать, ха-ха-хи-хи. И, возможно, отдаст ему эту футболочку. Но, как вы мне абсолютно верно заметили в комментариях, мои дорогие зрители, была очень классная фраза в фильме «Один дома». Там было такое, что, мол, за пижамку с динозавриками могут и побить. Ну, а тут даже вот не надо динозавриков, тут просто надень на себя розовое. И Ваня вообще никогда в жизни никакого друга не приобретёт себе. Ну, это вообще, стоит Ване, я так думаю, выйти в розовом чём-то на улицу, ещё в руках держать какую-то машинку, какую-то игрушку. Ой, кошмар. Я не знаю, почему Лена ему не делает замечания, не прививает ему какие-то другие вкусы. Ну, очень как-то странно всё это. Или Лена считает его на самом деле ещё ребёночком маленьким, или я не знаю. Даже если маленький ребёночек, если это мальчик маленький, вряд ли на него мама, разумная мама наденет что-нибудь розовенькое и выведет его гулять в розовеньком. Ну, не знаю. Конечно, если не совсем маленький ребёночек, который вот новорожденный, тогда как-то ещё без разницы. Хотя тоже многие стараются мальчиков всё-таки в голубенькое одевать, а девочек в розовое. Как-то вот изначально. А здесь 11 лет, и то, что ребёнок хочет надеть на себя розовый костюмчик, мальчик, это нормально. Вот. И Лена говорит о том, что вот, фиолетовый оттенок хочет добавить она в свой цвет волос. Ну, думаю, да, нет предела совершенству. После Пасхи уезжает Лена, говорит, вот. Ну, а пока она дома, надо что-то есть. И вот что же будет есть Лена и Ваня? Они будут есть целиковую горбушу. Именно так, да, целиковую. Горбушу принесла Лена с работы. Говорит, на работе, мол, никто не хочет есть её. Очень странно как-то, что делает замороженная горбуша у Лены на работе. Ну, вот, думает, запечь, не запечь. Что, мол, с ней делать, ещё не решила. Да, Ваня красуется в новых одеждах, так сказать, из Василька. Носочки беленькие Лена заказала Ване и себе заодно. У Лены с Ваней практически один размер ноги, я так понимаю. Беленькие носочки. Почему беленькие Ване, я не понимаю этого тоже. Вот представила Ваню в розовом каком-то костюмчике, в беленьких носочках. Ну, красота. Что ни говори. На физкультуру, мол, белые носочки. Ну, не знаю. Я бы, конечно, другого цвета заказала мальчишке. Правда, хотя бы серенькие какие-нибудь. Но никак не беленькие. Ещё гольфики беленькие заказала бы Ваня. Ну, самое то. Вот. И говорит, вот какой, мол, у меня крендель Ваня. Что-то в этом плане. Да, вон, крендель. Ваня говорит, я не крендель. Думаю, ну, правильно, Лена? Разве можно так ребёнка называть? Обещаю, я назвала штрих его. Мол, какой штрих у меня? Нет, Лена, так нельзя. И Лена, наверное, соображая, что она что-нибудь послала, говорит, нет, конечно, ты у меня любимый мальчик. Ну, понятное дело. Конечно, Лена любит Ваню, но, опять же, любит его как-то вот странно, очень странно. Яйца сварили, говорит Ваня. Давно сварили. Думаю, нормально. Сварили. Значит, предполагается, что был Андрей. Ну, обычно так, когда вот Ваня один, предполагается, что где-то рядом ещё и Андрей. И вот на пару с Андреем Ваня сварил эти самые яйца. И Лена, говорит, сейчас будем красить. Купила Лена краску. Думаю, а как так? Холодные яйца получаются. Да, они уже остыли. И сейчас Лена их будет красить. Или Ваня где-то соврал. Или какая-то новая технология, возможно, окрашивания яиц. Я знаю. Насколько я знаю. Яйца красятся горячими. Да, вот только сварил, сразу начинаешь их окрашивать. Не дать им остыть, самое главное. Ну, а у Лены, видимо, как-то всё иначе происходит. В итоге, конечно, плохо покрасились эти яйца. Потому как, если на самом деле Ваня их отваривал, они были холодными. И не тот цвет получился. Вместо фиолетового синий. Какой-то жёлтый тоже не особо насыщенный. Какой должен был бы быть. Но Лена особо не расстроилась. Добавила фиолетовый и ещё синий цвет. И в итоге действительно получились яйца синие и жёлтые. Два цвета. Вот, почему не покрасить другими цветами тоже, я не знаю. У них там было, по-моему, пять цветов на выбор. Ваня выбрал оранжевый цвет и фиолетовый, которые в итоге оказались синим и жёлтым. Вот. Вот, Ваня ходит по дому в новых носка, босиком. Да, ужас какой-то. Почему тапочек нет, тоже не знаю. И, наконец-то, Лена с Ваней вышли погулять вечером. Говорит, вот. Ваня выходит не только с самолёта, но и с папой тоже. С папой, с каким папой? С папой Андреем или с папой, то есть с дедушкой Серёжей, с папой Леной? Непонятно. И видит Лена, что пролетает самолёт такого, четыре турбины у него, что ли, четыре мотора. В общем, такой серьёзный говорит, я такой ещё не видел самолёт. Ваня, посмотрев в своём приложении, мол, что это за самолёт? Ваня смотрит и говорит, о, это Ил-76. Лена говорит, о, так это же действительно Ил-76. Это же Ильюша. Но нет. Ил-76, простите, он не Ильюша, он горбатый. А вот Ил-14, это работяга, чёлка или Ильюша. Ну, как-то так. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала Лена и Ваня Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.